12 марта Уголовно-исполнительной системе России исполняется 145 лет. Инспектор отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом рассказала, как зарождалась система во Владивостоке. При исследовании документов, буквально месяц назад, я нашла новые исторические факты о том, что первый пароход, прибывший во Владивосток с поселенцами и с сыльно-каторжными, пришел в наш город в 1879 году, то есть в том же году, в котором и образовано Главное тюремное управление в Российской империи. В музее ГУФСИН хранятся уникальные предметы, которые отражают историю уголовно-исполнительной системы, в том числе и царского времени. Один из таких экспонатов – это дверь. Дверь камеры следственного изолятора номера 2, бывшая Никольско-Сурийская гражданская тюрьма. 1913-1914 года изготовления. Дверь дубовая, весит более 200 килограмм. Также Юлия Шепотатьева показала, какие необычные запрещенные предметы были изъяты у осужденных при обыске. Это действующий телефон. Многие посетители удивляются, как такое возможно. Это игрушка. Нет, это не игрушка. Но он выполняет свои функции звонка. Такие телефоны передают в конфетах, в булочках, в чем угодно. Упакуют их, их очень трудно найти, потому что они довольно маленькие, не такие привычные, как большие смартфоны. Но сотрудники наших служб все-таки справляются с этой задачей. И вот оперативное управление передало мне два года назад вот такой экспонат в наш музей. Такие запрещенные предметы изготавливали в учреждениях, в которых доступна деревообработка. То есть где-то спрятавшись от глаз наших сотрудников, изготавливалось вот такое вот оружие. Возле исторического здания ГУФСИН по Приморскому краю можно увидеть мемориальный комплекс сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга и аллею, высаженную ветеранами Великой Отечественной войны. Отметим, посетить музей ГУФСИН можно абсолютно бесплатно. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Это полеплиника для личного бесплатного.